Если хотят, где-нибудь там. Громким мяуканьем встречает нас шумкенский приют для кошек «Пушистый ангел». Он был построен силами нескольких волонтеров около полугода назад. Сегодня в нем обитают больше 40 представителей мурлыкающей братьи. Живут животные в небольших вольерах, по несколько кошек в каждом. Возводилось это все собственноручно, скажем так, при помощи мужей наших волонтеров, девочек, братьев. И на все средства пожертвования, на пожертвованные денежки. Кто-то приносил материал, кто-то помогал деньгами, что-то докупали на свои средства. Таким образом построили, потому что зимой, иначе не перезимовать. На улице вольерах нереально. Кошки же животные теплолюбивые. У многих кошек своя зачастую нелегкая история. Большинство из них были подобраны в на самом деле ужасном состоянии. Так вот эта кошечка по кличке Бенгалка с ярким окрасом. Долгое время жила на улице. У нее было тяжелое кожное заболевание, и животное сильно страдало. Сейчас усилиями волонтеров Бенгалку вылечили. В благодарность добрым людям кошечка стала очень ласковой, и теперь обожает обнимашки. Мурлыка уже готова ехать в новый дом. А вот кот Максик – истинный уличный гулёна. Об этом говорят его боевые травмы. По всему телу шрамы от когтей других котов. Кота некоторое время назад нашли с травмированным глазом. Его, к сожалению, пришлось удалить. Несмотря на свой боевой характер, Максик очень милый и добрый кот. После того, как он полностью поправится, его можно смело забирать в новый дом с любичими хозяевами. Все кошки в приюте очень ласковые. Они постоянно требуют, чтобы их почесали за ушком, погладили или поиграли с ними. И все-таки кошкам переносить неволю намного сложнее, чем собакам. Эти животные очень свободолюбивые. Поэтому, чем быстрее их заберут домой, тем для них будет лучше. За обитателями приюта ухаживает небольшой штат волонтеров. У них есть свои семьи и работа. На все свободное время эти люди посвящают спасению пушистых созданий. Увы, не все истории спасения животных заканчиваются счастливо. Некоторых из них волонтеры оказываются просто не в силах выходить. Тяжело, знаете, то, что больше всего, когда ты лечишь, холишь, лелеешь, когда не получается. Злезы, грезы, конечно, первое время были страшные. Но сейчас я уже так себя успокаиваю тем самым, что он, по крайней мере, не на улице. По крайней мере, я пыталась, мы пытались. Не забили камнями, не сбила машина. Он умер в тепле, в любви, в ласке и сытости. Кроме кошек, в небольшом помещении приюта обитают и несколько собак. Эти милые звоночки очень хотели бы обрести дом. А вот у подростка Алабая по кличке Тау есть хозяин. У пса были отморожены лапы, и Тау не мог ходить. В предложном уходе, как сообщают волонтеры, Тау поправится. Для того, чтобы содержать кошек волонтерам, нужна помощь неравнодушных жителей города. Ведь животных нужно ежедневно кормить и ухаживать за ними. Для приюта всегда необходим корм, лекарства, витамины, опилки. Даже самое такое недорогое, недорогостоящее, но все, что уходит в огромных количествах. Потому что покупать наполнители нереально. Опилки – это выгодный, оптимальный вариант для наполнения лотков. Также нам нужны любые ненужные ткани. Тряпки, одежда старая – это все идет на подстилки, на утепление спального места для животного. Насчет лекарства в основном в больших количествах уходят витамины. Такие как фоспримил, гомовид, В12, аскорбинка. Это все идет на поддержание иммунитета. Потому что животные приходят с улицы, они все слабые. И в первую очередь то, что прописывается врачами – это поднятие иммунитета и витамины. Конечно, было бы круто, если бы к нам присоединялись новые люди, новые волонтеры, желающие помочь. Вот именно руками. У фонда «Пушистый ангел» есть странички в социальных сетях. Фонд частенько устраивает благотворительные аукционы, на которых можно приобрести вещи в хорошем состоянии. Также неравнодушные шимкенцы могут пожертвовать средства насчет фонда, который вы видите на своих экранах.